Один военный был ранен в зоне АТО. Сегодня более десяти раз боевики нарушили перемирие на всех направлениях. На Донецком били из миномётов и пехотного вооружения в районе Зайцево и Песок. А после Ясиноватской развязки военных атакуют штурмовые группы противников. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Заросли лесопосадок, балки и рвы. Всё это, несмотря на опавшую листву, активно используют для подхода к позициям военных штурмовые группы наёмников. Едва ли не каждую ночь наши бойцы отбивают их атаки. Сначала великий калибр работает, потом чем ближе они подходят, начинают меньше, 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 доходят до АГС, работают и потом наступают. Слава Богу, напад этот был отбитый. Подходят малочисленными группами. Группы обычно по 4-5 человек, только заходят сразу с несколько сторон. Очередную такую вылазку, несмотря на все ухищрения боевиков, удалось засечь военным под Ясиноватской развязкой. Вчера вечером пытался порядка двух-трех человек, потому что мы увидели средства наблюдения ночные, пытался к нам пройти. В то время как группа заходила с одной стороны, на другой разгорался стрелковый бой. Могут работать, отвести внимание, то есть вести провокационный огонь на одном из флангов, на противоположный, прорвать группу. Бывает такое, что воспользуешься полной тишиной, то есть в течение нескольких часов никакого огня не открывается полностью, то они пытаются усыпить нашу бдительность, тем самым пройти через нашу позицию. По Донецким аэропорту еще один прорыв боевиков закончился для них не просто провально. Военным удалось ликвидировать двух наемников. Перед самым обстрелом подошла группа ДРГ. Ребятами, солдатами нашими было вовремя выявлено. Обстрелы, но уничтожены. Как наблюдалось, двухсотые были. На данный момент пока сведений, что их забрали, нет. Но были, потому что уже в интернете везде они расписали, что в тот день погибло два человека у них. Провалившиеся попытки штурмовиков боевики традиционно сменили обстрелом из артиллерийских орудий. Ирина Баглая, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.